Патриотизм Патриотизм В том же союзе, который их же стараниями под их идеологическим прикрытием и был развален. Но кровь Магомы и Ивана для них водичка. В этом смысле мало чем отличаются нацисты Германии и те, кто начал строить новый мировой порядок. Для землян вещая из Нью-Йорка, Лондона и Парижа. Не зря же Янки сразу после Нюрнберга забрали к себе лучших специалистов вермахта для работы против Советского Союза. По принципу враг моего врага мой друг. 90-е годы к международным бандам неолибералов, различных мировых клубов, масонов, бельдербергцев и прочих глобалистов присоединились, а вернее примкнули, примазались наши родные либералы. Так называемые демократы, которые объяснили всем, что Советский Союз это ошибка. Даже выкидыш истории. Все советские лидеры сплошные тираны, дебилы и лицемеры, что ничего хорошего там не было. Мне, знаете ли, смешно и грустно, как нас всех обманули. Хотя нет, слово обман здесь даже не передает всей эмоциональной и детективной закрученности ситуации, в которой мы оказались. Вот здесь такое слово из дагестанского словаря. Кружанули. Да, вот именно. Мне грустно, когда я проезжаю по нашей постсоветской дагестанской столице, а у меня у юноши, жившего СССР, есть чем сравнивать. И вижу дома понавтыканные, как попало, иногда даже на кольцевую. Вижу улицу экономную, то есть Акушинского проспекта, со съеденными тротуарами. Когда я вижу наехавшие на пешеходную зону автомойки и заправки, отсутствие зеленых зон и парков, там, где они должны быть. Когда я вижу дикое социальное расслоение, новый класс латифундистов Воронтье, Нуваришей, Беков и Ханов, с которыми мы вроде покончили в начале 60-х годах, 19-х век, а потом после революции. Казалось уже окончательно, а нет. Когда я вижу этот городостроительный ад, когда я вижу тотальную коррупцию, беззубую прессу, сумасшедшую ипотеку, платные медицину и образование, отсутствие социальных лифтов. Смотрю на Дагестан, как на остров невезения, до недавних пор антисимвол всего негативного, которое когда-либо происходило в российской истории. Когда заглядываю немного назад, 20-30-летние прошлые республики и страны, становится жутко. И что я вижу? Главной оси зла Советского Союза вроде уже нет, а беды и проблемы, конфликты и терроризм захлестнули страну и мой Дагестан. Когда я окажусь на свете том, отца и маму снова повстречаю. Беседу не отложим на потом, как на земле, а я не отвечаю. Как праведным поведать правду им, уж лучше бы родился я не мог. Когда я окажусь на свете том и встречу там войной убитых братьев, Ну, как страна, как родина, как дом. Впервые им захочется солгать мне. Как павшим на полях большой войны сказать, что больше нет уже страны. Как будто не стало политического наставника. Политрука и все, очертя голову, побежали строить свое светлое будущее. Только какое оно было, мы понимаем только сейчас. Когда я все это вижу, то осознаю пропасть обманов, которые вниз головой ввергли нашу страну и ее бедный народ. А выгодоприобретателей всего этого бедлама стала узкая прослойка буржуев. Страшный сон коммуниста сбылся на его. А что сейчас? Мы уже второй год подряд отмечаем 9 мая, главный праздник страны в условиях специальной военной операции. По-разному ее называют. Демилитаризация, деноцификация, защита Донбасса. В стране и Дагестане есть немало людей, которые считают это все потехоолигархов. То есть самая узкая прослойка, которая является чужой в стране проигравшего социализма. Так считают, кстати, и те, кто эти долгие 30 постсоветских лет ратовал и бился за то, чтобы очистить Россию от мусора. Но слово мусор применял не в экологическом смысле, а в этнополитическом. Проводил русские марши, так называемые. Имел в парламенте страны свои мандаты, поддержку в массах. Требовал разделить Кавказ колючей проволокой. Кодировать кавказцев, не позволять им размножаться. Выкинуть, забыть, скомкать, вытеснить всех черных. Черные – это инородцы. Слово из циркуляров еще российской колониальной политики 19 века. Не брат, гнида черножопая. Казалось бы, наша страна после Советского Союза, где пестовалась дружба народов, тоже нуждается в мягкой деноцификации, только идеологической, политической, культурной, исторической. Недавно недобитки нацистов в сердце страны выступили против строительства мечети в Москве. А их соратники из зоны СВО поддержали их и требовали призвать к суду тех, кто дал разрешение на строительство. И тут возникает вопрос. Вроде 9 мая мы отмечаем все, и каждый народ внес свой посильный вклад в победу. Да и сейчас в новой отечественной войне защищают русский мир вместе с русскими. Башкиры, татары, буряты, чеченцы, дагестанцы. Дружба-дружба, а табачок врозь? Или война вместе, а каша врозь? Путин, кажется, дал знать недвусмысленно всем, всему российскому народу, среди слушающих наверняка были и внутренние нацисты, что в стране мы никого не разделяем. Победа одна на всех. Здесь возникает необходимость в новом российском патриотизме, как идеологии и концепции развития страны. Еще в 2019 году верховный главнокомандующий говорил, что национальная идея России заключается в патриотизме, но он должен быть не квасным, а направленным на развитие страны. Далее президент поясняет. Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое. Нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. И в этом залог успеха. Героическое и успешное будущее никогда не построишь на нацизме и обособлении, изоляции и внутренней конфронтации. А патриотизм не может быть для русских один, а для дагестанцев другой. Не может быть разных патриотизмом для богатых и олигархов с одной стороны, и для малоимущих, безработных с другой. Во-первых, олигархов как класс нужно демонтировать, коррупцию минимизировать. Во-вторых, государство возвращать в некоторые секторы экономики. Когда ты в Дубае на яхте, патриот это одно, а когда безработный в своей обшарпанной однушке или съемной квартире, патриот это другое. Вот объясните этому бедолаге, что тот олигарх такой, потому что работал в пути лица, а не перепало ему все это за счет того, что шустрил в постсоветский период. Советское наследие, значит отжал. Тем не менее, олигарх предпочитает любить родину вдали от родины, а бедолаге некуда деваться. То, что со времени начала СВО и частичной мобилизации страну покинуло несколько миллионов, меня лично не удивляет. Я прогнозировал бегство большего количества. Во-первых, несмотря на колониальный статус страны, к которой нужно возвращаться в суверенное поле, цифры не такие страшные. Это после того, что сотворили со страной. Во-вторых, есть масса людей, искренне любящих свою страну, ее культуру, ее героическую историю, ее поля, реки, леса. И они никуда не уехали и не уедут. И нам нужно научиться любить и дружить не против, а потому что это необходимость души, внутренней культуры и воспитания. Совесть нужно культивировать. А ее топтали и игнорировали все эти годы. Все сосредоточились на капитале любой ценой. Но и самое главное, стране и ее народу необходим единый, символьный, этнокультурный и духовный стержень. Кажется, он у нас есть. Кроме победы в Великой войне, это общие семейные ценности, традиции, вера в Бога и приятие общего духовного стержня, невзирая на разность религий, это терпимость и уважение к соседям, чувство, которое выковано нашей непростой историей. Обратите внимание на успешные страны. Все вместе заодно. Полиэтничность не должна быть проклятием, а лучший из вас тот, кто лучше в своих делах, лучше в своей профессии, кто лучше пользы не только для своей семьи, но и страны, невзирая на религиозные, национальные, культурные и ментальные различия. Пока в нашей стране есть нацистские недобитки, их голос, конечно, тонет в общем адекватном восприятии реальности, но тем не менее, пока есть такие агрессивные невежды, и они проводят свои марши, шествия зигами, как бы плюя на крови нашу общую историю, пока будут эти недоденацифицированные, тянущие страну назад в темное языческое прошлое, мы не приближать будем это успешное будущее, о котором говорит наш национальный лидер, а отдалять. А всей остальной стране нужно учиться не только гостеприимству, но и интернационализму, и патриотизму. Знаете у кого? Все верно. У кавказцев, дагестанцев и чеченцев. Можно, конечно, спорить, но факты говорят сами за себя. И социологические опросы ученых тоже это подтверждают. Не зря писатель Проханов назвал Дагестан государство, образующее страной. А псевдорусских нациков я бы исправлял и очищал в стране гор. Горными прогулками, вкусной едой, нашей богатой культурой, лазурными реками, родниками, озерами и Каспийским морем. Ну и, конечно, рассказами об истории, политинформацию им тоже не помешает. Оставайтесь с людьми. И да, конечно, победа будет за нами, в этом нет никакого сомнения. Аллаху Акбар! Господь превелик, значит.